Здравствуйте, дорогие и дорогие. Итак, перед нами месяц Аф Рошходыш. Вы знаете, Ала многие боятся, потому что говорят, что тяжелый месяц, говорят, что много проблем, много говорят, говорят. Видите, всегда, когда они не могут найти какое-то решение, они говорят. Минахин, написано, Минахин Ак вообще называет его. Это Минахин, наоборот, утешитель. Я вообще люблю месяца давно и серьезно. Кроме того, что я родился, у меня жена родилась, ребенок у меня родился. Короче, мы дружим с Афом много лет, много событий хороших. Но я хочу объяснить, почему. Написано, что у пророков, что в конце концов все посты станут днями радости. А 9 Ава и вообще этот период между 17-го, будь самым большим праздником, рождается на шеях в этот день, написано 9 Ава, когда родитель был храм. Надо вдуматься в эти явления. Вообще в любой вот этот негатив надо вдумываться. Хасидизм даже говорит, что с началом Ава убавляют веселье. Да, вот такое вот. Убавляют веселье. Это уменьшение нежелательных явлений посредством радости. И что все другое, это уже другое явление. Ава состоит из двух слов. Из двух букв. Первый стал и еврей стал ты. Его можно назвать Алибетта. Этот месяц образован буквой Тет. А числовое значение этой буквы 9, указывающая на главный день 9 Ава. Так вот это описано, как мы много раз говорили, что внутренний смысл любого явления по мечте и букв. Там, где он первый раз появляется в Торе. Вот там значение этого слова. Где появляется буква Тет первый раз? Тов вспомнил. Правильно. И вот написано, что появляется она в стихии. Увидел Бог, свет, что тот Тов, хорош. Следовательно, Тов. И месяца. Все это в сути своей. Потрясающе, хорошее, очень замечательно все это. Более того, написано в Талмуде, что тот, кто видит букву Тет во сне. Это самый верный знак на удачу и на добру. То есть, значит, надо копать в лоб же. Почему, например, Кабала говорит, что буквы Тет нет в тексте первых десяти заповедей, записанных на первых скрижалях? Потому что они были разбиты. Они были разбиты, и вышло бы так, чтобы, не дай Бог, прекратилось бы добро. Поэтому так невозможно. Противоположность этому на вторых заповедях, которые записаны были в Маше на вторых скрижалях, то появляется в стихе, чтобы было хорошо тебе. На вторых скрижалях, это уже они разбиты не были. С этого следует, что Бог появляется там, где нет разрушения. Следовательно, там, где был разрушен храм, там не было разрушения. Говорят, как же так было? Обратите внимание. Написано, что Бог выполняет те же заповеди, что он нам говорит, что заповедует. Ну, это немножко по-другому. Если он говорит, что Тверин не значит, что он наматывает себе Тверин. Это в духовных мирах. Но все равно выполняет. Если нам запрещено в этом мире, есть заповедь, что запрещено, например, разрушать синагогу. А в каком случае можно разрушить синагогу? Только в одном случае. Если на этом месте ты хочешь возвести более монументальное великое здание. Поэтому Бог никогда не допустил разрушения храма, даже при всем том, что мы натворили. Если бы не было запланировано там построить уже вечный величественный храм, надо правильно подходить к этому. Написано, что чувством этого месяца является слух, в отличие от предыдущей табуза, который связан со зрением. И с именем Ши, и с коленом Шимона, мать которого сказала, когда он родился, и услышал Бог. Надо понимать, что Шимон это кто? Шимон Бар-Яхай. Поэтому должна быть... Кто такой Шимон Бар-Яхай? Вообще, кто знает немножечко. Это реинкарнация Маши Рабейну. Так написано. И вообще, надо понять, что 9 августа мы приходим к точке аннулирования ноли. Из этой точки потом вырастает росток. Отсюда можно заключить, какая именно нужна работа 9 августа. Немножко себя аннулировать. То есть, немножко не высовываться. Немножко не делать из себя слишком много. Не мните себя слишком много. Немножко побольше подумать о том, что во мне не так, а не что во мне так. Вот работа этого месяца. Обратите внимание, что эти написания мудрецы, что этот месяц, первые 9 дней месяца, вот эти до 9 августа, их можно уподобить 9 месяцем беременности. Первый исходный, 1 числа, когда уход из мира великого Аарона, брата Маши Рабейну, уход праведника, он ознаменует собой начало новой фазы, когда он будет иметь еще большее значение. Потому что написано в книге Зар, что после своей кончины праведник находится во всех мирах еще в большей степени, чем при жизни, и его влияние теперь не ограничивается нам комитетом. Поэтому, кстати, мы и собираемся сейчас сделать уроки на могилах праведников, которые открывали нам что-то. Вот именно на их могиле как бы больше сконцентрировали. Wi-Fi духовный, так? Поэтому еще раз говорю, работа месяца следующая. Уменьшаем радость, но за счет чего? За счет убавления веселья не на те темы. Тем, что мы ищем скрытое добро во всем, что мы с ним сталкиваемся. А что касается негатива, негатива Солнца, в этом написано Солнце, очень негативное. А в негативе написало в Кабале, в той мире, в какой мы не умеем управлять, куда нужно направить эту мощную энергию этого месяца. А если мы можем смотреть за собой, все будет хорошо. И о тех, кто 9-й Ава использует, говорят, мы нападем на Израиль 9-й Ава. До них уже нападали, все кончалось одним. Создав Пурим, потом создается очередной праздник, мы садимся и пьем. Все еврейские праздники сводятся к одному. Они хотели нас убить, мы их победили, давайте сядем выпьем. Лыхаем.